Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот сегодня у нас 50 тысяч, у нас, у вас, но мы уже как группа поддержки Я не могу на канал подписаться, я бы подписался Вот чего вообще все это начиналось? Рыборазводня? Нет, для начала увлечение вообще аквариумистикой С детства, с детства И в детстве как, многим подарили рыбок У меня это была такая трехлитровая банка, там было два гуппи и два петушка Вот То есть родители не занимались аквариумистикой? Нет, не занимались У меня наоборот, у меня история, когда у меня отец занимался аквариумистикой Никто не занимался, подарили мне рыбку Дядька, по-моему, подарил или дедушка, я уже не помню Ну, в общем, подарили мне трехлитровую банку Там было две гупешки и два петушка Вот И вот с тех пор у меня, ну, просто замкнуло И я не мог от этого оказаться никогда Ну, а в дальнейшем, получается, русские аквариумы как образовались? Как пришла такая мысль? Нет, это же мысль пришла и разводню сделать А, ну, получается Я уже из дома вырос, да, и мне жена говорит Все, я тебя благословляю, снимай подвал, только Мне здесь там воду не разливай на кухню Извини, что перебью То есть у тебя с детства была баночка Потом она разрослась в две, в три, в четыре баночки Потом эти баночки стали не по 10, 20, 30 литров А уже стали такие значительно больше А канал русские аквариумы, это вообще... Ну, как сказать-то Не знаю, это как-то так получилось, само собой Это не моя заслуга, а заслуга как раз вас, ну, подписчиков канала, зрителей Которые мне написали, давай продолжай как-то А я там какое-то видео техническое снял для своих Ну, чтобы сто раз не объяснять, как сеточку уложить там барбусом А, ну, то есть люди спрашивают Да, да, да Интересуются Нет, канал был такой на ютубе, там какие-то видео были какие-то дурацкие совершенно Ну, просто чисто, а давай вот, а вдруг, давай развивать ютуб, потому что сейчас это, ну, как сказать, ну, типа, модно, круто, за этим будущее Ну, и сделаем там один ролик, там посмотрят пять человек, ну и все Потом вспомним об этом через полгода, еще какой-нибудь ролик снимем, коротенький, дурацкий такой И все, а потом вот снял вот такой технический ролик, и люди сами стали такие, давай еще снимай Я думаю, ну, нифига себе А, ну, то есть, да, байк, да, байк, да, байк, да, байк То есть были возгласы И там всякие мне там красивые слова там пишут, знаешь, там типа поддерживают там Ну, и ты такой, ооо, тебе это приятно все Ну, как бы это Ну, бывает, извини за выражение, извини, но не без уродов в семье Бывают хейтеры, которые Это Хейтеры, это круто Это все Говорят, почему это не так, почему это так А мне жена говорит, я помню, тысячу, что ли, подписчиков было Жена такая, блин, прикинь, тысячу человек, вот если так собрать, это же, ну, это же много просто Ну да, в одну аудиторию, если посадить или на стадионы, за один сектор стадиона можно запомнить Что она такая у меня А я хожу такой за гвардиак, я вообще не понимаю, что это, к чему это и как Вот А хочешь еще, знаешь, что расскажу? Да, конечно, я все хочу Рашен аквариум, почему на английском языке и почему русский аквариум? Вот почему Вот ты вот, это такая, многие задают, почему не по-русски, да? Почему мы не будем, как-то, типа, ну-таки есть же патриоты, там, все патриоты, которым там все по-русскими духами Вообще это такой коммерческий проект моего дружбана Он чувашский какой-то университет закончил, у него экономическая вышка и еще какая-то вышка, короче, техническая И он вот эти, знаешь, вот эти всякие СЕО, ШМЕО, там вот, ну по сайтам Он говорит, он приходит ко мне и говорит, давай, Андрюха, ну я рыбок там развяжу, у меня уже здесь много аквариумов Он такой, давай, Андрюха, я твоих буду рыбок продавать, я говорю, как ты их будешь продавать? А ну я их тупо на рынок там нашу, продаю Ну там по заказчику какие-то уже есть, опрос Он говорит, а я в интернете сайт сделаю и буду это продавать А, ну на те, а когда это было, по годам? Это не было никаких русских аквариумов Не, имею в виду по годам, когда он предложил Ну такой, там 2008-й, может А, ну когда только сайты развивались Вот только сайт, когда, ну это он его сделал Ну имею в виду, когда развитие интернета все шагало такими темпами в арифметическую прогрессию Я говорю, да делай, мне это что как-то Он говорит, я там буду какую-то проценцию твоими А, ну почему-то нет, да Я говорю, ну что, я вообще этим не надо заниматься И он провел анализ Большой анализ провел, как бы Это называется Как-то каким-то умным словом, короче, среди вот Вот это SEO-ядро И это как-то вот серфинг вот этих вот Вот этих слов, поисковых запросов, короче И выяснил, что по поисковому запросу русские аквариумы Вот два сочетания Уже две тысячи просмотров, как бы, в месяц есть И это ничье А, ну то есть запросы есть? Да, и это ничье Я говорю, а я помню, был такой, короче, сайт Слава Ядукова Я его знаю лично, раз в два с ним встречался Значит, русский аквариум у него был Но его нету, как бы, этот проект никуда Я говорю, ну а в принципе, он сидит Ну а кто нам что сделать? Нам никто ничего не сделает, как бы Он нигде вообще не зарегистрирован, ничего Давай, я буду Ну и давай, как бы, и там, делай С сайты, я что, я с этого Все, он сделал этот сайт Он его там даже куда-то продвигать стал Мы его потом продвигали, что-то с него там имели Ну этот сайт по сей день, да, существует? Да, существует, конечно Вот, он старый, уже такой, там, больше десяти лет Самый, вот, и, короче говоря А потом, вдруг занялся, он стеллажами сейчас занимается Дуличными, по-моему, сенатор А, ну это, получается, те стеллажи, которые ты в своих роликах рассказывал? Да, да, подогнал, да У него там огромный сейчас, там, какой-то ангарище такой Там, кары ездят, там, такой вот все Ему этот сайт нафиг не нужен, как-то Ну понятно, ему интересна чуть другая тема Он тоже заниматься, он висит там, даже, не понимаешь, почта, даже, там, какие-то контакты старые уже не работают Ну да, я как-то тоже пытался через этот самый, легче через контакт или через YouTube обратиться Он висит, как бы себе, висит, они никому Ну вот это название, русские аквариумы, осталось Пошло оттуда, оно оттуда пошло И, например, дядя Яша, он вообще, как бы славу, славу и до кого хорошо знал Они там вместе на рынке торъят, они местные А, ну со старой птички, получается, да? И это, как бы, вот оттуда название И, в принципе, я не против того, что мы, ну, как бы, продолжаем эту линию Ну, а почему, понятно? И мы, как бы, не против, понимаешь? Еще тут такой важный момент есть, что сейчас, например, да, ну вот я стану суперпатриотом, да? И я такой, не Russian аквариум сделаю, а русский аквариум Ну, это чисто технический момент Я сразу же потеряю, а, там, больше десяти лет, понимаешь, вот этих поисковых запросов А, ну я понял, ну, согласен, да Это тупо техническая такая фигня То есть я вот взял русский аквариум, сделал У меня сразу 10 раз меньше, как бы, просмотров, понимаешь? Ну, получается, извини, извини, что перебью И, получается, аудитория не только русские, ну, Россия Есть много аудиторий, Казахстан, Белоруссия, Украина Ну, постсоветские пространства, много, а с Германией, вот, ты ездил Есть люди, которые... Те, кто смотрит, те, кто подписан, они будут Я считаю, вот... Но в поисковых запросах не будет этого Я, не, я чуть забегу вперед Вот клуб, мы ни слова не задели, не коснулись за клуба Но клуб этот клуб Да, да, да Я тебя поздравляю с оклубничек Правда, вчера только Отлично Хотя обещал Никогда не поздно, это вообще молодец Хотя обещал еще с августа Я не знаю, это глупо Многих есть там какие-то предубеждения еще Но, блин, я... Это, это часто, я считаю, или суета жизненная, или что-то такое Ну, я считаю, это... Я сказал, что я вступлю, значит, я вступлю Это даже не то, что слово, это благодарность вам Всей команде, я имею в виду Получается, еще вот, вопрос интересный Команда, как образовывалась команда? Дядя Яша, дядя Коля Другие ребята, которые постоянно окружают тебя Можно я вот, ну, буквально чуть-чуть и потом про команду, да? Да, я про команду с точки зрения, как бы, клуба Как раз, как клуб, это есть команда И ты стал частью команды, понимаешь? Это не моя команда, да? Да, конечно И мы все решаем, скорее, вступать в чат И там, как бы, там, всякие разборки у нас, там, придумки и так далее А по поводу того, команды моей Да, твоя, именно твоя команда, твой, как говорится, твой кулачок В жизни как-то она получилась, сама по себе То есть меня в жизни встречала с одним человеком, там, со вторым, с третьим С кем-то не получалось, с кем-то, ну, дружим, там, ну Кто-то сейчас, дядя Коля, сейчас спрашивает, где дядя Коля? Да, да, я был Сейчас у него проект Если честно, удивлен, что его не вижу Проект, хотя в паровозике делает, на это какие-то Денежку засовываешь, и там паровозик едет, и можно этим паровозиком поуправлять Дядя Коля здесь, я переживал, и все Он не любит сниматься, вот, как я, не любит на камеру работать Но руками он любит работать очень круто У него очень крутые проекты, честно, если пообщаться с ним вживую, это очень крутой чувак Как и Андрей Иванович, как и вся команда его очень Потому что, как говорится, один человек не воин Как и в команде, как и в клубе, я считаю, что клуб это круто Спасибо И я вернусь назад, мы говорили по поводу стран Россия, Казахстан, Украина, Германия Если эти люди хотят вступить в клуб, можно же какие-то, получается, какие-то филиалы Или чтобы ответственный человек в данной стране Ну, это, наверное, на будущее, да? Да не на будущее, можно сейчас Просто по-любому сейчас есть люди, которые вступили в сообщество наше Это должны быть люди, которые способны часть своей жизни просто отдать этому делу, понимаешь? Это не может человек быть такой, который сказал, я буду клубом, там, я не знаю, там, я не знаю, в Волгограде, да, или там И там, вот, ну, буду заниматься здесь Он должен этим заниматься А могут быть, допустим... А потом сказать, ребята, блин, а можно я, ну, вот, буду там ваши ресурсы использовать? Да, и вот, ради бога, становитесь частью этого клуба Вот теоретически у меня сейчас возникла мысль, вот честное слово, я не думал А если блогеры, есть же блогеры с Беларуси, с других стран Вот если их подключить, чтобы они... Вот они по-любому уже являются этим самым Ну, проблема границ, понимаешь? Нет, я имею в виду, границы границами, но все равно какое-то сообщество Это уже потом будет решаться Ну, а сейчас... Клубы это все равно, это же общение Это выставки, это, ну, даже какие-то... Ну, это выставки-соревнования, да, и это какие-то товары, которыми обмениваются Вот через границу очень сложно Я в Беларуси вот отправлял Артемию, да? Я там какие-то таможенные декларации заплатил, почтой обычной Заплатил в три раза больше, чем я бы отправил в такое же расстояние в Парасе Ну, я имею в виду, можно такие же филиальщики, которые будут собирать это все внутри Беларуси Да, да Внутри Украины, внутри Казак... Активных людей Я имею в виду, что подключаться, что не только Россия, это аквариумистика Постсоветское пространство было очень крутая аквариумистика Почему мы сейчас не можем... Почему мы сейчас не можем... Вернее, мы не можем... Мы можем это сделать, мы можем переступить... Страна не имеет значения Надо только отрабатывать... Аквариумистика имеет значение... Любить аквариумных рыбок... Если у меня не получится... Я не хочу об этом думать... Не получится, не получится... Не, а что не получится... Уже все получилось... Никак... Вспомним, мы встречались, получается... После нового года... Выставка будет... В начале 2021 года... Да... Мы тогда что-то задели... Разговор, когда сидели на диване... Когда поздоровались... Про создание клуба... И это только была задумка... А сейчас прошло буквально 9 месяцев... И эта задумка уже воплощается... И воплощается... Ну, дай бог, дай бог... И воплощается нормально... Она меня зависит от одного... Она зависит от нас всех... От всех... И чем нас больше, тем клубу... Тем клубу... Тем клубу быть, 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 быть больше... Ну, удобнее получается... Финансово... Финансовая составляющая никогда... Клуб это вообще финансы... На самом деле, как бы вот... Многие не кичились... Многие бы вот... Не ругались... Но клуб это про деньги... Да... Вот и все... Без денег клуб ничего не может... Сейчас нам вот выставку будем проводить... Там надо сделать аквариум... И там много... Много участников уже... Я даже не буду перечислять... Интересные ребята, которые приедут... Аквариумы сделать... Подставочки сделать... На что это ставить... Фильтры какие-то туда поставить... Свет закупить на каждый из этих аквариумов... Понимаешь? А дальше... Помещение арендовать... Вот сейчас переговоры идут... Значит, где это все дело будет... А, то есть уже идут переговоры... Да, конечно... Нам в январе надо... Ну, я имею в виду, уже вроде бы... Там три месяца уже... Все прорабатывается... Очень мало времени на самом деле... Ну, вот и прорабатывается... Получается все на энтузиазме... Ну, за это... Ну, я имею в виду... Переговоры... Это свое время... Все время... Нет, если тебе интересно... Как бы и подписчикам... Твоим начать... Получаю ли я за это деньги... Пока ничего не получаю... Я пока только получаю... Большую... Кучу больших проблем... В виде... Отсутствие времени... В виде... Даже в виде... Количество... Подписчиков на моем канале... То есть после того, как я объявил о клубе... Резко сократилось количество подписанных людей... Просмотры не упали... А подписчики сократились... Потому что вот эта вот... Финансовая составляющая... Ну, многие же думают... Что это как бы... Я для себя там... А эти деньги по факту лежат... И я перед секундниками отчитываюсь... Если там чат посмотришь... У меня там есть этот пост... От меня... Где... Ну... Я отчитываю... Значит, по тому... Сколько... Куда денег уже собрано... А сейчас вот мы будем закупать... Стекло... Герметик... Ну, понял, да... Вот на эти все аквариумы... Я также буду эти затраты... Все... Туда выписывать... Ну, вообще... По-хорошему... Если брать мировой опыт... Конечно, там... Клуб... Это официальная организация... У которой там есть... Директор... Бухгалтер... Я не знаю... Там водитель... Там... И так далее... Или наемные какие-то рабочие... На время выставки... И у этого всего есть бюджет... То есть... Директор получает... Бухгалтер получает... Водители там... Которые возят эти... Там... Аквариумы получают... Да... Там... Ну, значит... Ну, все вот эти затраты... И списываются... Бензин, бензин там... И так далее... Только там бюджеты вот такие... Потому что там много людей... Конечно... А есть... А есть клубы... Которые мало людей... В Германии как есть... Ну, например... Вход там... Кодовой, например... 200 евро... Ну, да... В Англии... Англия тоже... Насчет там... Клуб джентльменов... Клуб этих сам... Ну, определенных... И этим не пользуются... Интересов... Мы же можем... Вот сейчас на выставке... Ну, я к примеру... Там московские группы заявились... Вот... Значит... Дискуссоводы... Довольно известны... Возможно, с Украины приеду... Просто посмотреть... Да-да-да... Часто... Ну, то есть... Это... Э... 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 Те, кто в теме... Как бы аквариумисты... Они заинтересованы... Ну, не то что заинтересованы... Им это интересно... Понимаешь... Они это поддерживают всячески... Вот... Я бы хотел, чтобы у нас... Уормистика была, конечно... Ну, не такая... Сейчас... Ну, сто процентов... На какой-то тон задавали... Понимаешь... Что рыбка должна быть вот такая... Не такая... А вот такая... Ну, и так далее... Ну, да... Не такая, как в зоомагазинах... Которые... У нас есть что показать... Ты даже здесь... Вот на разводе... Если походил... Видел там... Великеры Каренов... Так о чем разговор... Давай возьмем... И походим... И так далее... По твоей разводе... Даже не по твоей... Это... Ну, хорошо... Мне уже, если честно... Тяжело сказать по твоей... По вашей... Потому что... Ты уже в команде... Да... Ты... Главарь... Как можно сказать... Банде... Я могу тебе ключ выточить... Это... Главарь... Когда-то их... Это... То есть... Он лично приезжал... Датя... Лично приезжал... Асхар, да... Сюда в гости приезжал... Здесь был на разводе... Вот на... Ну, пермское... Которое... Ну, я... Да... У него и подписчиков... После твоего приезда... В контакте... Везде, да? Я васил... Он мне вот их привез... Я понял... Эти вот... Давай пройдем дальше... Голубые рады... Вот они, мечети... Желтые... Сереги... Гуру... И они сейчас уходят... Ваня... Ваня их сам ловит... Сейчас мы будем смеяться... Как он их... Посмотрим сейчас... Какой ты аквариумист... Отличный... Как ты с ними справишься... Да-да... Убирай его... Так... Хубана... Хубана... Ну, смотри... Посправился с Айбан... Вот сюда... Дорвать... Ну, надо было... Поменьше... Сочет... Да... Что-то... Хорошо получается... Сейчас... Дорвать... Канесу... Да-да... 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 Да... Да... Андрей Иванович... Айбан... Да-да... Обе... Здорово... Нету... 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 Да я их разводил... Не, серьезно... Андрей Иванович... Колтует... И выбирает... Да, для всех прикол. У нас группа фермы. Ура! Я была чужой. Ну и вообще... Ну и вообще... Ну и все. Все? Ну, это когда будет? Да сейчас уже, как говорится, сейчас практически не бывает. Есть немножко, но я их не разминаю. Я оставлю рад. Да не, я мог бы и суток дать, но не легла. Сейчас я там что-то раз... А кто-нибудь поснимать? Я! А ты сможешь? Это очень ответственно. Ариуша, остановлюсь. Ариуша, ничего не нажимай. Все, смотри. Не нажимай. Монитор, смотри. Монитор, смотри. Монитор, смотри. Монитор, смотри. Надо не трястись. Очень ровно снимать. Монитор, смотри. Монитор. Какой-то тон. Данил, давай, наверное. Можешь ты сразу сказал. Да, ты был прав, я не послушал тебя. Прости меня, пожалуйста. Вот. Он говорит, что это какой-то торт. Та-да-да-да. Сейчас все будут та-да-да говорить после тебя. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Ура. Ура. Ура, 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 посмотрите, какой классный тортик. Друзья, надо его зафоткать обязательно. Так, так, давай, давай. Тихо, тихо. Рыб там не сделают. Тихо, тихо. Шеф нож. Можно попробовать нож. Ножи сделают. Такие ножи. Так, нож. Вот, ну что. О, как будем резать. Услу, это можно отрезать. Азарь, Иваныч, режь уже как-нибудь. Все голодные уже. Блин, так круто. В прошлом году, два года назад тоже тортик резал. Блин, так было классно. Жалко, да? Ну, зато он был вкусный. Давай на 500 тысяч оставим турнир. Надо будет рисовать. Ну, тогда будет совсем. Вот, да зреет в то время. Ну, как пропитается. Да, 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 плесень вот так, палочкой. Да. Ну, это на любитель. Блин, он там внутри мягенький такой. Он, наверное, как... Ну, что там? Кому пятерочка достанется. Праздник. Праздник. Я отремонтю. Давай. Давай. Стопах. Ё-й-й-ё. Иван, стопах. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Русиш аквари, муроский аквариумист. Это где? Вот здесь, Красково? Да, я могу везиточку дать хорошо. Надо еще вот так вот. Какая кошара, знаешь, кто выпил молоко? Кому тарелка нужна? На, возьми. Зачет, да? Зачет вообще. Измазать, да? Подожди, выключи. А у дяди Яша нет. А я не знаю. А что-нибудь там? По-любому аквариумисты, да, смешные? Ну это на катанг похож на молодых еще. Вот видишь, она... Или катанга с чем-то подмешана. Вот она, видишь? Ну да, нет, это Америка. А это Африка, по-любому Африка. Тут смесь, да. К катанге кто-то подмешан. Или какое-то незнакомое мне животное. Он гадит сколько. Вольмите, хорошо, вот и гадит. Здесь у нас сидят радужницы. А дальше? Здесь бейсманки. Это дяди Яшины. Кто? Бойсманик. Тоже радужная рыбка. Блин, кок тоже, ну, короче, бейсманка она называется. Не помню название. Это тоже радужная рыбка. Прикокс. Голубая радужница или неоновая радужница. А позади тебя, что вот это все бурлит, кипит. Как варим, это аэрлифтики кипят. И ты знаешь, мы с тобой вот снимали, да, ролик, а возможно вот шум от этого компрессора. Он будет поглощать, будет это перебивать. Он очень шумный. Ну, вот, короче говоря. Это вихревой, да, компрессор? Да, да. И, в общем, здесь рыбка, это тоже передержка. Передержка. Я думал, это производитель, это не производитель, да? Нет, нет, нет. Передержка с Клейзера приехал, на Казахстан поедет. А эти что? Я не знаю их названия, к сожалению. Ну, какие-то тарацинки. Это сторисомы? Это ларикарий. Какие-то ларикашки тоже, тоже в названии. Ну, похоже, да, чем-то на сторисомы? Угу. Это циклетки. Ну, это этих, кто они, ромерезки там какие-то. Вот другого вида ромерезки. Вот. Тут тоже какие-то, там, эти. Вот это, мне кажется, какие-то Данио, потому что у них усики есть. Короче, они ждут своего дальнейшего путешествия. Путешествия. Ну, буквально через три дня они летят. Ну, пойдем в следующее помещение. На них я до хозяина. Итак, проходим в следующую комнату. Да. Это у нас барбуснято, да? Это, знаешь, как комната называется? Выростная комната. Ну, я считаю, это как сердце, да, аквариумная ферма? Здесь сделаны, да, аквариумы. Они все проточные, они все на сампах. И здесь вот, ну, малек, то, что получился, там, в другой комнате, значит, он садится сюда уже, ну, вот, чуть поменьше размером уже, ну, чтобы вот туда не падал. И здесь кормится, здесь вот, видишь, вода, как бы, достаточно сильно льется. Вот можно посильнее включить. А, ну, то есть это прилично. Да. А эта вода льется с сампа? С сампа, да, вот. Ну, сейчас дальше, да, пройдем? Да, вот с сампик. И здесь, соответственно, ну, там фильтруется и раздается. А какая там биозагрузка у нас? Слушай, да там эти самые, такие вот шарики. Да ты, такие, такие. А, ну, они там дальше с той стороны. А ребята что тут делают? Ну, они там сливаются вот в эти вот. А, ну, мальчики, которые в обычных аквариумах попадают. И вот, видишь, радужки тоже недопроданные, голубые. И поясмонки здесь вот есть. Немножко здесь вот псомики. Разные, видишь, курики. Как раз эти золотистые, адбиносы. И тут немножко пант есть. Сидят себе. Родостомус почему-то вот здесь. Почему вот он здесь сидит? Родостомус. Ну да, я впервые услышал, что это пьяный таксист. Красная морда и шашечка на хвосте, да? Да, да. Это чисто такая. Это, как говорится, век живи, век учись. Ну, блин, прикольно, мне понравилось. А слева это, получается, эти же нерестовики, которые ты поднимаешь всех рыбок. Рыбки сидят. А, ну то есть на нересте что-то есть. Я думал вообще ничего. Ну вот, ребята сказали, на четвертый день или на пятый мячик. Вот сегодня четвертый, еще до завтра оставлю. Это что за рыбки? Это орнатус высокоплавничный, по-моему так, или белоплавничный, как-то так называется. Здесь они нерестятся, уходят в ту комнату. Что необходимо для успеха нереста? Производители классные. И водичка, да? Ну, это и не вот, это и не могу так сказать точно. Вода просто должна быть классной. То есть среда и вода. У рыбы самое главное, вода и среда, и питание. Ну, воду используешь, получается, какую? Вода здесь осмос. Чистый осмос. Без разницы. Тернеция, барбос, неон. Чистый осмос. То, что я развожу, вот без разницы. Другим рыбкам будет. Ну и красного неона, вот ты снимал ролики, очень крутые. Да. Просто это осмос. Это осмос. Ссылку в описании оставляю. Да. Тоже без подкислений, без ничего, да? Чистый осмос. Тут вопрос, понимаешь, как ты приучишь. Когда они приучились нереститься, они будут у тебя нереститься в простой воде. Ну, понятно. Получается, оплодотворение икры происходит в осмосе. Ну, говорят, что лучше, да. Но я таких экспериментов не ставил. Хотя, наверное, надо поставить какую-то хорошую идею. Потому что пары, которые мечут, мечут в цикле, да? Да. Они будут метать и в такой воде, в простой, без осмоса. Ну да. В общем, аквариум у меня неоны, пускай голубые, они метают постоянно. Надо просто поставить такой спикс. То есть один раз посадить на вот эту же воду. Ну да, говорят, что если жёсткая вода, типа, не даёт оболочки оплодотвориться. Можно, но это всё, я не проверил. Да, я согласен. Когда ты был в Германии, у Рудольфа, и спрашивал по поводу того, что дискусс в мягкой воде, он говорит, не обязательно. Она должна быть живой. Она живой. Она должны бактерии быть. О, это красавицы гупяшки. Ну, это фиговые гупяшки. Они, понимаешь, выродились. Вот. Но это Эзлера, ты с чем-то, да? Нет. Они вот просто маленькие стали, выродились. А, ну то есть они даже не растут? Да, уже не берём гупю, потому что это вот выродившаяся порода. Ну, пример, кстати, вот близкородственного скрещивания постоянно. Да, я насчёт этого хочу тоже ролик снять. У меня есть близкородственные. Вот маленькие рыбки. То есть вот с пальцем сравните. Это практически взрослые рыбки. И как бы ты их не кормил, и вот они вот такие рахитообразные. Ну, жалко вылить. И пока, ну, как бы, место есть. И поэтому мы их не трогаем. Но вот там в конце 100 рисунков, да? Да. Иди поснимай, чтобы я не мешал. Поверим, где 100 рисунков живут, а не знаю. Вот 100 рисунков, вот эти, получается, платформы для нереста, правильно? Да, или вот может быть даже уже с икрой сидят. Ну, не знаю, посмотри-ка. А икра где должна быть? Прям вот на этом листочке. Ну, если её не видно, значит, нет. Ну, я понял. Ну, получается, как и скалярием, только более горизонтально. Ну, они их вертикально мечут, так же, как скалярием. А, ну, просто. А, ну, просто. И они спадают, так икра, получается. И скалярием пятачок хватит, да. Видишь, они сами по себе. Ну, плюс она не скатывается, если взять более вертикально. Они прилипают к кофе, но они бы твердлогами делают. А, ну, просто. Они иногда на стекло возьмут, наметают. Я понял. Забудешь эту поставить? Там она у тебя что-нибудь добавляет. Подложку, они обстатают, это не им удобно, да? Ну, что, идём дальше. Они иногда начнут нереститься, и там, например, раз в пять дней там. И могут так раз в десять год нереститься. Потом раз в полгода они нерестятся. Потом опять у них начинаются... А ещё 20. Вообще такие яркие, да. Гары. О, это, получается, спа-салон. Да. Это люди, которые любят пилинг. Ну, вот это конкретно рыбки из аквапарка. Куаквапарк на Ярославке. Там такой аквапарк стоит. О, как раз с моих этих. Да, за денежки можно вот покушать. С моих районов, с моих регионов, как сказать. Угу. С моих краёв. Вот это оттуда они тоже, это передержка. Ну, да, если там что-то закрылись на ремонт или на профилактику, на месяц или на два, там, этот... О, полпад. Ну, ты, получается, чем кормишь? Таким же кормом, как и обычно? Все их руками надо кормить. Ну, я их... Серьёзно? Ну, луку туда сует... Ну, чтоб они какие-то бактерии или что-то там скушивали. Они с рук там скушивали. Ну, и вообще сухим кормом кормили. Ну, как обычных рыбок. Да. Золотушки. Внизу любимые золотушки. Слушай, ну вот здесь классно, посмотри. Там не видно, дальше... Калиброванные, сортированные. Косявые. Они такие вуальки, мне нравятся. Там есть прям вообще шик. Но они получаются рожа... ну... Мальком, когда они вот такие серые... Ну... Или не обязательно. Они сразу приобретают вот такой золотой цвет. Серый. То есть они серые и потом с возрастом всё ярче, ярче, ярче и становятся более крутыми. Да. Так что уж, если вы покупаете малька с золотой рыбки и думаете, что это обычный карасик, хотя это от карася и произошло, в будущем у вас получится такая золотая рыбка, которой вы можете загадать желание. Да. Желание обязательно. Дальше у нас... Это малавийские циклиды, это вот дельфин, так называемый. Серьёзно, вот это они? Да. О, ничего ж всё. Если вот так показать, не скажешь. Ну они маленькие, да. Ну да, и голубизны нету получается, вот этого лобика нету. Ну голубизна, видишь, здесь ещё рыба-разводня. Их надо, ну, раскармливать тоже какими-то карманами. Ну, вообще, как бы, когда они уже такие, сантиметр... Ну вот у этих уже, смотри, есть. А, ну то есть есть и дальше, да? Чуть-чуть больше, да. Постарше, ребята. Появляется уже. А, они более стрёмные. Вот так вот. Оп, понял. Ага. Ну да, у них уже и лобики, хотя лобиков не видно. Ну это у больших уже будут. А вот это самки, да, производители? У этой самцы самки. Ну и... А, ну я смотрю, большинство пузатенькие. Гложки, это, как бы, здесь не в счёт. Я их не трогаю, не развожу. А вот, ну, барбусы просто сидят. Они больше как Рерию. Производ барбусов. Ну это Данио Рерию Гло. Видишь, жёлтенькие есть там. Ну я понял. Ну мы как-то их что-то там баловались, что-то делали, но... Ну да, тоже я с ними сейчас попробовал развести. У меня... Просто не совсем нам нравится. Подмешать кровь хотел. Совсем нам нравится. Умечки. Красивые. Умечки это всеми любимые живородки. Хотя они отпадают всё дальше и дальше. Хочешь серебряных долларов посмотреть? Чего? Серебряных долларов. Да, конечно, я всё хочу. О-о-о... Они офигевают там просто. Они мутят всё, что можно. Да. А вна сколько полезного ну... Ну это, пиранья медиа это что? Так. Так. Пиранья. Вот радужные рыбы, смотри. Вот это нет. но я смотрю радужницы появились в большинство после после того как ты съездил салифы ну в этот самый теперь перь на разводню да ну блин они не всегда нравились но я не взял сам производ понимать так я заметил то что в магазинах появились хорошо то есть ты видал вот они чем ты ты дал старт не я думаю в какой-то степени все равно что-то это и голоса лепеста большие и самцы красивые это самцы и бои смани самцы носики самцы и боисман самцы но ты их тоже сейчас разбудешь ну отсюда я беру пару потому что у меня осталось только одна самка и несколько вот самка сидит вот смотри в этом паре она сзади видишь такая как вижу да да замки у них серенькие а вот этих вот меня денис пигаеву там который пришел отдал вот этих вот рыбок хороцинку вот эту разную тоже хочу по полоте он дельфин кстати видишь зачитал побольше который он сзади плавает ваш точки их он уже сюда 2 кстати да я уже синенький какой то есть сверху мало понимаешь так вот что сказать что а вот это ребята 100 рисунки да нет это на река ри про лавэлла нет там не знаю какой точный вид это тоже вот откуда пришло с гляйзера соответственно за они пришли вместе с дискуссами дискусс и как раз вот две недели назад вот эти вот тут вообще красавцы они плавали в бразилии как давай серьезно их сетями выловили то есть это природники да дикари они есть то толком не умеют я им кидаю олафорусы пока я на него фонариком не свечу они не видят даже его то есть они совсем недавно плавали фонариком свечу они короче в речке да где-то в амазонке или да некоторые даже можно заметить что у него вот большого например лишь под плавником сетью порезаны а двое кстати прям даже и не встали они вообще резаны сильно были вот из партии двое сразу это очень круто это дикари а возле как раз их не в природе вот производ красного они как раз с этими же дискуссами в природе живут но это пускай в одной реке это не природники но тем не менее они будут очень круто смотреться с этими дискуссами одна река верно ну там локации могут быть разные обязательно неоны мне нравится вот чем разница голубой неон и красный неон красный неон он все равно образует стайку это самый большой из неонов из всех у которого и он все равно то есть смотрели я смотрел вокруг лога где там 200-300 голубых неонов и красных они любая рыба которая знаешь ее много когда она смотрится по другому по-другому смотрят а в реке вот это какие это тоже эти золотистые что-то мы их на разводили они у нас зависит но мы хочет до фига там разбили пихали пихали везде и потом потом на рыбалку уехали вот но я понял они вон видишь там корень а но это сам как раз дает тот что мы на самом полномором да да и откуда не ходил на корень и не получать куда-то снимать запунул на эту сверху на или так не получать корень ков там лишь целую там стадо до вас не ослали к нам чтобы я понял ну что пройдемся следующую комнату живородочка поснимай стрель живородочка сразу на фонарь как реагирует но это мольки меченосцы и пиццеллии или пиццеллии не сутцы мольки черные только и все это также в сетке да да вот так и посмотрели ну сейчас мы подойдем до сетки посмотрим как они вообще рождаются ну вот сеточка устанавливаться с производителями и уже до получать самолет до такой степени вырастает да не малю или это забили я так понимаю забили ничего себе там здесь вот мальки вот они мальки а сетка откуда берёте внизу сетку сетку откуда берёте как-то было даже не малярная получается это типа садовая сетка до 05 миллиметров тоже мальки 4 на 4 вот это а это 6 на 6 вот я смотрел 4 на 4 сейчас нет продажа сейчас 6 на 6 даже 8 на 8 8 на 8 час сейчас минимальная сетка 8 на 8 ну для мячей сойдет 8 на 8 а вот для губиков 4 пирает ну мы смотрим стоит проходим в следующую комнату ребята досу разбираются ломанского хайлами до с авариумами знакомиться с нею ну и чё разобрались мы смотрим тут по-другому да не может тут градус на выходе другой просто не рабочий мы смотрим как бы что как он заработал придет а тут она дайте зажимы уже прикольно все равно когда их много так покопаться из трех товара это работает я как и зипы купить мальчик для себя хоп напор какой уже понятно ну что там утрим я не знаю поэтому как бы здорово не встанет поятного что там внутри что как мы позади пилитеры кареновский уже есть у нас классный такой разводчик вот этих вот велифер чёрных схемах да да прям больно абсолютно ну да у меня получается после того как я к тебе приезжал зимой у меня было предложение ему съездить а я что-то это все дело профилоне смотри вот какие вот она вот это именно производства уж не светить здесь не сидит вообще а вот здесь просто хороший нет это самец до сгонок водил он самочка стоит еще где-то вторая спрятную историки но это малинезе так она не пробьют это вообще валис нервник валис на улучшается сама сила ангел эфира ну они рожают но я имею ввиду ты сама думать на их раз раз но я имею ввиду нету отдельного то есть у них вообще люкс у них тут люкс для рыб это очень люкс вот это 100 рисунка все-таки да а то я уже раза три сказал 100 рисунка в итоге получил нет это не столь рисунка ларик они все присутствовали кидать туда и и сам это все варикари но эта комната у нас получается что это дрожь кубатор ну вообще она задумалась как кубатор основная тема с тех получается не реставит у нас растая тут лишь они какого размера есть туда садить бесполезно как бы и здесь сколько много тоже камера хрен снимет да вот ну вот давай так не 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 убери на наоборот прямой свет снимаю вообще план вот их просто количество там поснимать вот они вот это что внизу за малек в углу смотри сколько он не чувствует там вообще бешеное количество это что за малек черный не он ну серьезно вот смотри они все такие с пузиками они вообще не похожи если честно можно плюс один день сбоку посмотри уже похоже на него но здесь вот эти да уже полосочка уменьшим ну да вот этих уже и анальный плавник и верхний плавник так вырисовывается дело в том что там не пропорционально пузо с этим сам ну-ка не едят дафнию тут целый день присмотреть хотел спросить у нас ты получается я слышал по роликам салоноводная калавратка у тебя отошла я просто и он про про фукал но а по факту ты сейчас как подымаешь малька так мелкая то есть то есть ты дав ней закидывая забрасывая там взрослые которые рожают ну рождаются с из они вообще мелкие мелкие линии с инфузория есть мелкая дафни есть крупнее дафни и крупнее и крупные понял а ну то есть с очком у тем которым то а какой калибр сачка не у меня есть специальности чем линфузора 160 но там же да в этом самом специально сачоке то есть отошел уже целом на водной калавратки но она просто не нужна ее надо культуру держать для клуба я понял но вообще сам по себе отошел и как бы я не пользуюсь я понял но я тоже очень много вот и она калорийная за счет того что ты подкармливаешь алоа форуса кормами ну она вообще как бы не может появиться пока ты но я просто слышал что он позор и микро мне не только вот ну когда они подросли уже время например когда они уже подростка никогда бы до сразу с первого дня еще артемию а ну когда маленький маленький и инфузория вверх теме просто например красный не он не берет как бы артемию сразу но часть неонов берут поэтому я с первого дня им даю туда и туда здесь же протока понимаешь здесь корми не корми у тебя все но понятно не будет грязниться вода все вот здесь вот видишь вот барбусы такие барбусов но нельзя садить как бы да потому что их унесет течением вот они сейчас чуть-чуть еще подрастут там буквально там я на 3 миллиметра плюсом я их то пересажу в свободный аквариум и буду там их раскармливать там просто ну можно больше их кормить понимаешь прямо с лопатой ну да я не быстрее вот такая вот когда кормежка до выступает постоянно у серёги эти меченосцы они вильчатые валю и но у них короткий гоноподий то есть они могут оплодотворять самок ну а ты подрезал я в свое время подрезал я спрашивал на рынке но на птичке и мне гена говорил ну а зачем кто-то вообще сказал что надо подрезать 20 три зонты красавицы надо подрезать начался 3 какой телескопчик он позирует прям вот он я уолевый такой красивый но еще такой вопрос а ты каким-то рыбкам давал имя по самого детства или еще хоть одной грамм грамм читовали а ну тот здоровый который был изначально но поняла появилась и соответственно у меня получается были имена у скаляре который не имел плавательного пузыря он назывался камбалой боком лежал да он постоянно на дне ему было больше года и он он жил пускай он никому не нужен был но он нужен был мне он был моим талисманом а так и потом малек этого самого мечу носа когда я с очком вылавливал его когда с очком я его вылавливал я он потерял глаз мечу носил добил получу я знаешь как он назвал он у меня жил его в очень крутом комфорте я его назвал пиратами ну безглазый пират то есть пару рыбок у меня имели имена мы пойдем дальше и вот мы пришли конечно да дядя яши это все растение большая вотчина ничего не изменилось на нас прошлого раза аквариума пилит и также стоят чуть-чуть только переехали конечно литраж тот же самый простите подростки наверно они подросли очень шикарно ну опять когда ты видишь это часто перед глазами не скажешь что что-то сильно изменилось и когда видишь это конечно явно произошли карась подросли наверно я помню когда здесь были какие-то определенные те самые ими айдак остались ах лиды или еще чуть-чуть тут не будут они просто все попрятались уже вечерело они поели и сытые разбрелись с моим хатком они все все щелки заняты лобида хромиса минката бэй здесь не финчики производ еще и ложечка немножечко есть бирюзовая кара которая здесь временно сидит поскольку некуда деть здесь малек дельфина вот совсем массив кусичная недельная наверное меньше даже наверное тут у нас метчики в клетке сидят кубинцы ну и в кубинцев высыпается и красный и кубинец и черноватые ну линии нестабильные еще надо бы очищать и очищать и очищать по крайней мере они все сытые довольны ну в сетке вот кормушечка туда я сыплю сухой корм вот один попался вот соответственно чтобы он не сразу проваливался на дно на дне тарелочка стоит то же самое чтобы туда часть корма в тарелочку падала и сам попрятаться могла если он на ней садится прижимается обычной к сетке там в ней подробном уголочке малька сбрасывают вниз он уплывает через решетку здесь пиццильки миксовые здесь двух линейные леченосцы красненькие немножко малька велиферы и парочка ветеранистых папангетта фурхата они тут по-моему два самца остались поэтому просто живут и наслаждаются жизнью тут вишенок по-моему кинули недавно десяток я одну или две вижу всего расплодятся будет их видно здесь малек джексона васильковых каплахромиса начинают окрашиваться там только 4-6 сантиметриков самых крупных наверное здесь велиферка моченосики здесь креветки которых не видно сегодня они решили не показывать себя макробахиумы кольцеропия нет не видно где-то все ушли по трубам по своим только какие-то вот остаточные тут одна гупяшка случайная пара случайных цехлидов хата бэй тоже по-моему так что вот здесь тоже живородочки всяко-разные которые даже мы поедем здесь опять пусыльки там моченосики и пупяшки помнены тоже петушки ой нет тут не петушки попугайчики креветки сидят тут парочка и тут парочка где-то но пока малька не видать ну скоро наверно отмечут молоденькие они еще дальше моченосцы у нас отмечают здесь ремонт цехлидок здесь тоже самое несколько емошек несколько зебр дельфинчики ну стандартный набор заимно ну давай крести все счастливо крести давай крести посмотрим что случилось до свидания до свидания всего хорошего до свидания господа счастливо давай хокина